Буквально вчера мы рассказывали о проекте детской общественной организации «Зеленые тропами Поднебесья». Общественники решили всему миру рассказать о живописных местах Поднебесных зубьев. Они прошли туристический маршрут, отметили GPS-точки, карта в ближайшем будущем будет доступна абсолютно всем. Сегодня у нас в гостях инициатор проекта и председателя городской общественной организации «Зеленые» Вадим Пыхов. Сейчас мы все подробности у него и узнаем. Здравствуй, Вадим. Здравствуй, Анюта. Проект у вас достаточно интересный. Расскажи, вчера буквально весь день вы провели на Поднебесных зубьях. Что удалось заснять, какие материалы привезти? Ну, буквально вчера действительно мы вернулись с Поднебесных зубьев. Цель проекта нашего – это именно популяризация туризма в этом районе. То есть мы хотим, чтобы любой желающий, кто хотел посмотреть красоты Поднебесных зубьев, мог абсолютно самостоятельно, посмотрев нашу карту, путешествовать. То есть на карте будут представлены абсолютно GPS-треки всех маршрутов. Представлены будут фотографии внутри каждого из приютов. Будет представлена аэровидеосъемка с квадрокоптера этой местности. В видеоформате представлены дороги. То есть любой человек, не знающий маршрутов, посмотрев карту, скачав GPS-трек, мог спокойно пойти участвовать с семьей, с друзьями, знакомыми. Ну, по сути, вы даете шанс даже горожанам нашим, которые не бывали ни разу на Поднебесных, сначала посмотреть, увидеть, захотеть и поехать. Вот именно как раз цель-таки и привлечь внимание, потому что на самом деле многие, может быть, и хотят, но боятся. Не знают, насколько там интересно, хорошо, красиво, что приюты все обустроены. Отдых прекрасный, просто об этом никто не знает. И как раз-таки популяризация туризма, вот в этом плане, я думаю, она будет на пользу и горожанам, и городу в целом. А что касается самого проекта, действительно, чья идея? Это общая какая-то? Сели, решили, а давайте пьер эти Поднебесные зубья? Подобный проект у нас был в прошлом году, когда мы снимали город. То есть мы снимали аэровидеосъемку всего города. Потом мы подумали, но ведь можно же и показать красоты рядом с городом. Как раз самое популярное туристическое место – это Поднебесные зубья. Ну и, в общем-то, решили, а почему бы и нет, действительно. Поднебесные зубья – очень интересный район, тем более, что очень большой поток туристов может туда идти. Работали все, то есть команда именно зеленых, инициативных именно ребят. Ну а дальше уже оформили заявки на грант, и нам повезло, мы выиграли. Откуда начинается путь, и где заканчивается? И есть возможность там все пройти, действительно, даже неподготовленному человеку? Ну то есть получается у нас первый съемок начинаем уже в электричке. То есть мы рассказываем о том, как добираться, куда добираться. Дальше идет переправа, полностью снятая на формате 360 градусов на эту камеру. И дальше уже у человека есть выбор. Он может просмотреть видео именно самой основной дороги. Потом может сразу же посмотреть на карте отдельные фотографии приютов близких. А может посмотреть, пройти именно с помощью видео, просмотрев маршрут, к Тремолитам, к водопадам, к Тальковому месторождению. То есть как бы вариантов много. И в общем-то своим уже гаджетом, с мультимедийным устройством идти, я думаю, получать удовольствие и не заблудиться, самое главное. Вы планируете развивать именно это направление, именно в плане туризма? Ну я думаю, да. Потому что у нас сейчас проект ограничивается 12 километрами от станции радиусом. Просто больше отснять было проблематично, тем более, что оборудование пришло достаточно поздно. А в будущем мы планируем развить его дальше. То есть получается отснять, допустим, маршрут первой категории сложности полностью на видеокамеры, на квадрокоптере и так далее. То есть чтобы человек, не просто желающий познакомиться с районом, а вглубь углубиться именно, посмотреть Золотую долину, к примеру, посмотреть Ручей Высокогорин. То есть еще более дикие и красивые места, чтобы он мог себе это позволить. Тем более людей, которые хотят адреналин получить, достаточно много. Ну я думаю, да. И это будет играть и на гостей города. То есть это привлечение туризма не только среди наших горожан, а в общем-то и среди населения Кемеровской области, я думаю, России, если получится в идеале. Что касается сотрудников Понебесной, как способствуют тому, чтобы их маршруты процветали? Вчера они же вам помогали. Да, нам на самом деле помогают сразу же два предприятия. То есть это областной центр детского туризма, потому что и ключи, и помощь, ключи от домиков, если не дали, помощь в организации именно самых маршрутов наших уже. Ну и, конечно же, наши МУК Поднебесной зубья. То есть они, вчера, допустим, мы на квадроциклах доставили, нас отдавал ГУИ. То есть это существенно сэкономило время и оживило картинку. Смотреть будет интереснее теперь уже. Поэтому, в общем-то, все наши предприятия сотрудничают и готовы помогать. Это плюс, конечно. Желаю удачи вам в реализации ваших проектов и до встречи. Ну а мы продолжаем новости на телеканале июнь буквально после короткой паузы.